Вот они, утки пообедали и плывут дальше себе по пруду ждут, не дам ли я им еще что-то они плывут, плывут, плывут сюда тут они тины решили поесть побултыхать хвостиками а тут еще утки видите, как они сидят тут у гривна вот они, утятки тут у них послеобеденный, видимо, сон должен и тут утки прям сидят, смотрите вот они прям вот лежат можно брать голыми руками то есть совершенно смотрите, вот там еще одна утка есть о, кря-кря-кря побежали, побежали я спустил уток на воду а то они вообще нифига не хотели делать причем в основном с вами это утки именно смотрите, они штраву так примяли это именно утки и с ними нету почему-то селезней вот это утки с утятами а селезни как-то тут не присутствуют и почему-то ой, смотрите, они дерутся, что ли одна утка другую гоняет наверное, та, у которой утята а селезни в воспитании утят не участвуют селезни я что-то тут не вижу как-то вижу уток и утят причем они куда-то поплыли туда ну тут уже они в какое-то болото пошли ладно, пойду я дальше в сторону дачи а то у меня с собой мороженое боюсь, как бы оно не растаяло такие вот утяточки у меня просили снимать больше чего-то няшного мимимишнего вот тут вот что-то какой-то мусор клюют утчат в общем-то очень няшно очень няшно я так думаю в общем, ребят, не бросайте мусор в пруд а то потом утята всякие милые всякие животные вынуждены плавать среди этого гнусного мусора мы вышли на бережок отрестись ладно, пойду я на дачу, на рачу а в это время на даче дядя Руслан растопил вот этот мини-крематорий в ракетную печь видимо, она служит для сжигания того, что осталось от старого забора сейчас 30 градусов жары еще уютно трещит огонь в печи ну, пахнет, кстати, прикольно вот она такая ракетная печка причем, обратите внимание это он сам ее сварил со всякими сножками, подставочками и прочими прибудами вот это вот готовится уже удобрение это он на варью тут сварщик сварщик и самое жерло блин, тут сверху печет солнце а снизу еще подраскаляется печь и тут уже из трубы вылетают остатки в общем, это нужно быть особого такого вот ну, знать толкового вращениях чтобы начать сжигать все в жару на даче избавление от старого забора собственно, вот тут так жарко и земля вся сухая и даже все завяли вот тут только вот рябина появилась и уже поклевана птицами малины почему-то нету в этом году завяли цветочки но зато растет крапива и вот какие-то еще колокольчики повырастали колокольцы такие вот лапушары с человеческий рост не хухры-мухры облепиха и сюда я сажала в прошлый раз красивый ирис он такой был классный так пах вкусно но не выдержал жары я его посадила в самое питательное место где раньше стояла бочка с углем но он не вырос не выдержал видимо вот этой вот жарище короче говоря завял хотя я надеюсь что может быть он не завял а просто отцвел и потом он может быть на следующий год прорастет но судя по тому как шкварит жара боюсь что это маловероятно так вот еще тут вянет все что может вянуть но поспевает крыжопник крыжовник крыжопник поспевает но до него хрен доберешься из-за того что бурьян вот собственно из-за того что все заполонил бурьян и до крыжопника блин уже хрен дойдешь вьюны вот тут раньше росла малина может быть она и сейчас есть но не пройти это надо штаны одевать и сапоги ботфорту чтобы добраться а у дяди Руслана для того чтобы ходить по участку есть костюм ОЗК очень сексуально а тут почему-то местами некоторые растения опали образовались такие пустоши но лопухи вообще просто лопухи почти что высотой с яблонью это жесть просто трэш ну вот хоть что-то хоть какие-то цветочки цветут я все хотела посадить сюда гортензию и все хочу перевезти на дачу рачу виноград но он все никак прям ну никак а я сейчас наверное туда вот вот то вот место уютное переселюсь на кресло и буду кушать мороженое у меня будет еще один мукбэнг вот тут поспевает крапива завяли цветы которые это место упокоения лосика ну такое впечатление что цветочки тут завяли скорее не розочка и все остальное что я пыталась тут сажать это все завяло зато появились яблочки и в этом году их много хотя яблоня вот эта она была очень большая но она пережила пожар половина этой яблони просто выгорела нафиг вот но оставшаяся часть вроде бы оклемалась и вот пустила яблочки у него прям ветки почти что до земли у этой яблони она старенькая и маленькие яблочки вот но я не знаю у меня смотрите что у меня с этой стороны пломба в зубе а с этой стороны зубы а вот тесны для коронок а коронки мне привезут на примерку только 2 июля будут готовы в общем не скоро я попробую яблочки в общем от жары даже вот какие-то уже на яблони появляются желтые листочки потому что жара уже конечно нереальная невыносимая жара такие вот дела ну собственно наверное сейчас я временно закончу у меня будет мукбанг я даже боюсь сейчас раздеваться я думала раздеться сняться в купальнике потому что у меня все время после того как я раздеваюсь мне блокируют снимают короче монетизацию я смотрю я выкладываю это я тружусь каждый день выкладываю новое видео а со многих моих видосов просто монетизация снята из-за того что контент слишком эротический мне нужно быть скромнее дядя Руслан покрасил деревья в белый цвет и сосна короче стала потеряла что-то лучше бы она ее не красила она какая-то не очень стала красивой вот мой лопата штатив вот у меня с собой мороженка которую я сейчас буду есть я думала будет аккуратнее выглядеть покрашенные деревья на самом деле вообще что-то неприкольно стало выглядеть нифига такие вот дела пойду я вот туда вот туда вон меня уже дядя Руслан разложил креслице и с вами была Марина Морлок всем счастливо всем удачного лета пишите как вы проводите лето как вы отдыхаете и пока как вы видите так 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 вот так здесь